Здарова, друзья! Это Ник86 и тема такая. Вы, наверное, заметили, в старых домах очень сильно пахнет канализацией. И даже тогда, когда вы замените все трубы, сделать вот такой ремонт, всё равно пахнет. И есть этому причина. В общем, даже если канализация не забита внизу, она забита сверху, где вытяжка. Из-за этого, когда вы смываете, там идёт разряжение, получается вакуум, и воздух засасывается. Он засасывается с туалета, с унитаза, с раковины и с ванной. И есть, ребята, самое простое решение в бюджете где-то 500 рублей. Как это всё исправить? Сейчас вы всё увидите. Да, там фронталочка, но ладно. Потерпите. Вакуумный клапан. Демонстрации. Слышали? Получается, здесь сифон опустошается, и запах с канализацией идёт сюда. Здесь клапанок простой, и я его смазал силиконом. Он работает. Вовнутрь он воздух впускает, и изнутри не выпускает. Решено было поставить его вот сюда, где есть проблема. Проблема здесь и здесь. Смываем. Всё чётко. Вода не уходит. Она остаётся здесь. Она остаётся здесь. И запаха просто не будет. Всё чётко. Ну вот, ребята, вы всё увидели. Сейчас уже второй день. Смотрим. Запаха просто нет. Вот он клапан. Всё окей. Ничего тут не течёт. Всё нормально. Ну вот, ребята, спустя сутки нам нужно проверить, осталась ли там вода в сифоне или нет. Но она там осталась, потому что запаха нет. Давайте проверим. Маленько всё-таки всё равно засасывает воздух-то. Такого не было. Сейчас посмотрим, может, силикона реально вредит. Сейчас протрем его. Может, вот натуре он и не нужен, силикон. Вот он клапаночек. Ну, протираем. Потому что вчера, как вы видели по видосу, я, наверное, раз 10 смыл, и всё было окей. Раз 10 смыл. Но в чём прикол-то запаха нет? Вот что меня интересует. Всё, сухой. Проверяем. Работает. Ставим обратно. Так. Наполнили. Да, силикон здесь не нужен вообще. Ну что, ребята, я так подумал и решил всё переделать. Здесь без камеры я ставил у крестовины, но здесь он не работал. Здесь он работает где-то на 85%. А я хочу на целый 100%. Я хочу на целый 100%. В общем, что я придумал. Здесь я убираю угол на 45, ставлю на 90 градусов. Ставлю такой двойник. Вот сюда клапан, сюда слив. Гофра посильнее, подлиннее. Здесь она короткая и изгиба не хватает, чтобы там плотно оставлялась, оставалась вода. Здесь я поставил, изгиб уже намного выше и вода уже должна реально хорошо тут держаться. Так. Здесь нужно открепить мою тумбочку. Вытаскиваем. 45. Так. Нужно поставить на 90. Силиконим. Всё. Так. Заполняем ванну слегка. Сифон. Ну, полностью заполнили. Здесь мне не получилось по 190. Блин, из-за того, что там 45. Ну да ладно. Что он здесь слегка криво стоит, что здесь слегка криво стоял. Но что я тут боялся. Он слишком близко. И если ванну всё наполнить, её сливать, он будет забиваться потом. В общем. Туда будет идти вода и он будет забиваться. Пробуем вот эту систему. Так, надо всё подвинуть слегка. А вот так и лучше стало. И клапан в безопасности. И здесь гофра большая. Ну-ка, как вода уходит. И вода хорошо уходит. Ну что, спустя пару часов давайте проверим, завис клапан или нет. Тут всё уже установил. Всё красиво. Всё по красоте. Так. Давайте, чтобы слышали. Всё. Воздух зашёл. А здесь вода не уходит. Ничего не булькает. В общем, ребята, всё окей. Если у вас зловоние, ставьте эти клапана. И, кстати, не берите наши по 180, по 130 рублей, такие серые. Они почти не работают. Берите любые заграничные. Сейчас найду, если нашёл этикетку. Здесь артикул MRAA4 Британия. Вот он рулит. Этот клапан классный. Но самый простой. Есть интереснее и дороже. За тысячу, за полторы тысячи. Там можно, как я понял, ещё сделать регулировку клапана. Чтобы он раньше открылся или позже. Ну всё. Кстати, не все знают про этот клапан. Даже не все мастера знают. Всё, ребята. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok